Глава Угличского района Анатолий Курицын ознакомился с итогами капитального ремонта помещений, предназначенных для общественного пространства, которое планируется посвятить угличанам, защитникам Отечества XX и XXI веков. Средства, порядка трех миллионов рублей, выделены по губернаторской программе «Решаем вместе» по направлению «Инициативное бюджетирование». В настоящее время инициативная группа занимается концепцией нового объекта. Первые наработки были представлены в конце сентября на заседании по подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Общественное пространство предполагает музейную часть, это четыре, скажем так, крупных времени. Если есть материалы, которые именно связаны с историей семьи, с историей города, с историей каких-то интересных событий, связанных с вот этими эпохами, обязательно в оргкомитет, это у нас на базе «Птица», «Ростовская-6», можно туда материалы принести. Вот несколько угличан уже звонили, кому можно обратиться, в каком виде эти материалы можно передать. Кроме этого, давно у нас витала идея, и глава давно уже ставила эту задачу сделать интерактивную книгу памяти. Такая интерактивная книга памяти будет там установлена, она у нас будет установлена в центральной части. Это помещение, оно будет вот, чтобы вы понимали, это как бы будет два зала. Один зал, где будет располагаться вот какие-то вот такие выставочные работы, экспозиции, интерактивы. А второй зал, это вот будет именно зал, где будет возможность общаться, встречаться, проводить мероприятия и так далее. То есть это будет живая площадка. Цель-то основная какая? Чтобы дети об этом помнили. И в музее все-таки они чувствуют некоторую зажатость. А вот это пространство, в отличие от музейного зала, оно позволит как раз вот это живое общение, его реализовать. Весь фонд, которым мы обладаем, который оцифрован, который описан, который атрибутирован полностью, сто процентов, мы готовы передавать там для создания копии или чего-то. Конечно, оригинала это всегда очень сложно, но перед всем пулом информации, который владеет музеем, мы, конечно, с радостью передадим. Каждый год реализуем эти мероприятия, но не хватает вот этого живого общения. Да, желательно, чтобы все приняли участие, это пространство стало живым. Подрядчик выполнил электромонтажные, сантехнические и отделочные работы. В целом глава района высоко оценил увиденное, однако рекомендовал устранить некоторые мелкие недочеты. Открытие нового общественного пространства запланировано на 8 мая 2025 года.